Дорогие друзья, всем здравствуйте! Я прекрасно понимаю, насколько тяжело сейчас каждому из нас. И тяжесть вот этой ситуации обуславливается не только пандемией, не только карантином, не только ухудшением экономической ситуации, но и тем, что многие из нас сейчас будут проживать или уже проживают кризис партнерских отношений. Все вы слышали, что в Китае, когда сняли карантин, очень много было заявлений на развод. Поэтому я прошу вас сейчас услышать меня и воспользоваться простейшими советами, которые я вам дам. В качестве помощи, в качестве инструкции, в качестве ресурсов, которые помогут вам достойно пройти это жизненное испытание и, возможно, даже укрепить свои партнерские отношения. Итак, вам тяжело, но вашему партнеру тоже сейчас очень тяжело. Пожалуйста, помните об этом. Даже если вы груз проблем из прошлого несете в этот сложнейший период, дайте себе и партнеру передышку. Перестаньте критиковать друг друга. Дайте возможность вам какое-то время побыть просто, пусть не в хороших отношениях, но хотя бы в нейтралитете. Ни в коем случае в этот сложный период не выясняйте отношения. Это первый момент, на который я бы обратил ваше внимание. Второе. Помните, что каким бы ужасным или хорошим партнером не был ваш избранник или избранница, это тот человек, которого вы выбрали для себя. Поэтому второе правило. Учитесь принимать партнера таким, какой он есть. В гештальтерапии замечательное правило. Ты есть ты. Я есть я. Ты в этой жизни не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Я в этой жизни не для того, чтобы соответствовать твоим. В этих словах есть глубочайшая мудрость. Учитесь принимать друг друга такими, какие вы есть. Третье правило. Помните, что основной момент, который нужно соблюдать в партнерских отношениях, в семейных отношениях, это смирение. Помните, что задача каждого из вас сейчас облегчить существование тому, кто рядом. Возможно, ваш партнер не будет сейчас смотреть это видео. Возможно, ваш партнер, как вы считаете, не совсем хороший человек в данный период или вообще. Возьмите ответственность на себя. Сделайте так, чтобы нахождение этого человека рядом с вами было максимально комфортно для него. Переступите через свою гордость, через свое эго, через свою гордыню. В этот период сделайте все, чтобы учиться служить этому человеку. Когда ситуация немножко нормализуется, и вы будете готовы решать ту или иную сложную проблему, в том числе и в партнерских отношениях, вот тогда берите шашку на голову и рубите, как хотите. Но в этот период, пожалуйста, охраняя или служа партнеру, помните о том, что вы прежде всего оберегаете себя. Четвертое правило. Обязательно хвалите друг друга. Пусть это будут мельчайшие какие-то события, мельчайшие действия со стороны вашего партнера. Не важно, кто это, муж или жена. Пусть это будет обыденное действие. Ваша жена приготовила обед, приготовила ужин. Похвалите ее за это. Скажите, что это вкуснейшая пища, которая была у вас. Ваш супруг целый день валялся на диване, но вечером вынес мусор. Похвалите его за это. Пусть это будет мельчайшая, мельчайшая похвала. Но тем не менее, вот таким образом вы можете позволить себе снять эмоциональное напряжение, которое постепенно будет накапливаться. Тем более, вы знаете, что период карантина продлился. А похвала, она все-таки дает положительную эмоцию. Пока вы ожидаете изменений от партнера, вы будете находиться в состоянии жертвы. Пятое правило. Организуйте совместный досуг с детьми вдвоем, как хотите. Знаете, я называю это правило вечером лежать на диване и чесать друг другу пятки. Это может быть все, что угодно. Вечером вы можете смотреть какой-то позитивный фильм. Обязательно позитивный. Потому что если этот фильм будет наполнен эмоциональными, не знаю, переживаниями, какой-то будет нести негатив, это будет разрушать ваши отношения. То есть вы находитесь в этот момент, в замкнутом пространстве. Конечно, эта энергия ваших эмоций будет накапливаться, накапливаться, накапливаться. Даже если вы смотрите какой-то ужастик совместный, это все равно будет сказываться негативно на ваших отношениях. Поэтому, если вы просматриваете фильм, сделайте его наиболее экологичным в эмоциональном плане для вас. Также, к примеру, вы можете начать с детьми час перед сном читать те же самые книжки. Вы можете вместе сесть, даже если это никогда не было принято у вас. Вы можете это сделать мягко. Я прежде всего обращаюсь с женщинами, потому что вы определяете эмоциональную атмосферу в семье. Прежде всего вы. Помните о том, что вы хранительница домашнего очага. А это не просто приготовить, соответственно, пищу, убрать в квартире и так далее. Это эмоциональный настрой. Поэтому вечером вы можете просто побеседовать о чем-то. Это также будет способствовать сохранению и улучшению ваших отношений. Шестой момент. Умерьте количество претензий друг к другу. Но если все-таки они есть и вам не имется, если вы все-таки решили нарушить первое правило, перестать предъявлять претензии к друг другу и бережнее относиться к друг другу, то хотя бы эти претензии высказывайте, говоря от своего имени. Не надо сразу переходить на оскорбление и говорить своей жене, что она такая-то, или своему мужу, что он такой-то. Когда вы переходите на личность, все, вы травмируете эго человека. И этот человек начинает взрываться. А если это будет не один, а несколько дней, ну, непонятно, каким последствиям это может привести. Поэтому, если уж вам не имется, вы можете сказать. К примеру, если вы мудрая женщина, вы можете обратиться к своему мужу и сказать. Милый, дорогой, любимый, сейчас то, что ты сказал, травмировало меня или задело меня. Не надо ожидать никакой обратной реакции. Позвольте себе проговорить это. В том числе муж. Если что-то ему не нравится сейчас в его жене, он может сказать. Дорогая, или просто там, Маша, Лена, сейчас я чувствую раздражение на то, что ты сказала или сделала. Обратите, в первом случае, вы говорите о тех действиях, которые не устраивают вас в партнере. Во втором, вы говорите о тех чувствах, которые испытываете в данный момент. Проговаривая эти чувства, пусть даже мысленно, вы позволяете этому напряжению все-таки уйти в ноль. Это важный аспект, на который бы я тоже обратил внимание. Седьмой момент. Вы можете организовать вечер откровений. К примеру, вечером вы можете взять за правило. Если все-таки, скажем так, у вас еще нет детей, или вы уложили детей спать, вы можете сесть, зажечь свечу и рассказать друг другу о том, что вас беспокоит. Вы можете поговорить о своем детстве, можете спросить своего супруга или свою жену, что больше всего этот человек боится в жизни, что его больше радует. То есть попробуйте использовать эти короткие промежутки в этот сложный период нашего существования, как способ узнать лучше друг о друге. Это очень важно. Ни в коем случае не перебивайте. И если с точки зрения вас ваш партнер рассказывает что-то смешное, а для этого человека это, возможно, что-то действительно серьезное, травмирующее его, пожалуйста, постарайтесь максимально серьезно с сочувствием выслушать вашего партнера. Восьмой момент. Полезная информация. Ну, если вам повезло и ваш партнер взрослый, психологически зрелый человек, вы можете также взять для себя за правила. Вашим детям это тоже будет полезно. Ежедневно 20-30 минут слушать на YouTube, еще, искать других источников, какую-то полезную информацию. Информацию, которая скрепляет отношения. Допустим, такие авторы, как Тарсунов Олег Геннадьевич, Алексей Ильич Осипов, может быть Сатья Дас, который вы слышите, мой YouTube канал. Вы можете ежедневно взять за правило 20-30 минут слушать информацию, которая учит вас быть бережней к другу, учит вас быть женой, учит вас быть мужем в отношениях. А поверьте, это действительно колоссальная работа, которая предстоит каждому из вас. Девятый момент. Смотрите, я назвал этот пункт психологическая санация. Что это значит? Вы находитесь, неважно в каком помещении, насколько оно большое или однокомнатное. Вот сегодня мне написала клиентка, которая находится в однокомнатной квартире. Их там четверо человек. Что вы можете в этом случае сделать? Сделайте атмосферу, пусть даже это небольшое пространство, более комфортным для вас. Вы можете вечером зажигать свечи. Вы можете включать аромалампы, если они у вас есть. Вы можете даже тогда, когда все ложатся спать, включать какую-то тихую музыку, ставить на таймер. Допустим, это будет 20-30 минут. Возможно, не у всех это получится, но тем не менее. Милые женщины, я обращаюсь опять же к вам. Почему? Потому что вы, наверное, будете готовить пищу. Даже пищу вы можете готовить, желая своим близким, детям, мужу здоровья, любви, спокойствия. Это тоже будет нормализовать ваше состояние. Обязательно благодарите своего партнера за то, что он рядом с вами. Не обязательно это делать вслух. Вы ложитесь спать, засыпаете и начинаете. Я благодарен своей жене за то, что сегодня она приготовила завтрак. Я благодарен своей жене за то, что сегодня, что она там? Помыла посуду. Я благодарен своей жене за то, что сегодня она улыбнулась три раза мне. То же самое по отношению к мужу. Даже если, даже если это вам сложно делать, в большинстве случаев, поверьте, вам будет очень сложно это делать, тем более, когда эмоциональная негативка начинает накапливаться, генерироваться внутри вас. А тревожность и раздражение, оно имеет свойство генерироваться, то есть накапливаться, накапливаться, накапливаться. Когда вы делаете это перед сном, и желательно это делать минимум 21 раз проговаривать эти вещи, вы снимаете эмоциональное напряжение. И здесь уместно вспомнить замечательное правило, с чем ты уходишь из этого дня, с тем ты возвращаешься в новое. Да, возможно, ваша жена, ваш муж сегодня, с вашей точки зрения, были не идеальны, вели себя недостаточно хорошо, с вашей точки зрения. Но тем не менее, если вы поблагодарите это, даже за то, что ваш муж сегодня, что там, повысил голос на вас, но это дало вам возможность. Научиться более спокойно относиться к его эмоциональным всплескам. Вы даже можете за это поблагодарить, но это будет опять же внутренняя работа. Я понимаю, что она требует усилий, но тем не менее, это действительно необходимо делать. Очень важно, с моей точки зрения, в течение дня, когда вы сталкиваетесь, думаете, разговариваете со своим партнером, время от времени нужно напоминать себе и просить у него прощения. К примеру, муж, если это все-таки человек, который хочет сохранить отношения, хочет сделать так, чтобы его женщине было более комфортно рядом с ним, он может мысленно повторять, прости меня за то, что я недостаточно хороший муж для тебя. То же самое может делать жена. Каждый раз, когда вы подумали о муже, каждый раз, когда вы увидели его, даже если вы целые сутки находились вместе, как можно чаще, мысленно повторяйте себе, прости меня за то, что я недостаточно хорошая жена. Спасибо восьмому каналу за предоставленную площадку.